Ежегодные соревнования по баскетболу среди ветеранов спорта в нашем городе стали традицией. В 2020-м их решили провести в новом формате, но помешала пандемия коронавируса. В этом году турнир посвятили 75-летию Рфязвнеев. Дали ему имя, а главным призом стал переходящий кубок. Мы долго думали, как его назвать. Думали, в принципе, так, чтобы была сама корзина уникальным. Это ручная работа, это ковка. То есть мы вот ее изготовили, так что это будет достойный приз победителям этого турнира. 10 апреля в спорткомплексе «Юниор» состоялось торжественное открытие турнира. Гостей и участников приветствовали представители Рфязвнеев и Саровской городской думы. Ваш пример – это действительно серьезный вклад в развитие молодежного вида спорта. Я бы хотел пожелать от этого матча всем прекрасной игры, достойной победы. И, как мы всегда говорим, кругу наших друзей, спортсменов спортивного долголетия. Зрители на трибунах спорткомплекса с удовольствием наблюдали за игрой опытных спортсменов. Членов сборных России, победителей европейских и мировых турниров, олимпийских чемпионов. Показать свое мастерство на соревнованиях приехали команды из разных уголков России. Нам в основном приезжал Москва и Санкт-Петербург, и Нижний Новгород. Вот это четыре команды, и местная команда наша, Саровская. Четыре команды участвовали. Но в этом году уже 12, которые представляют и Калубу, и Саратов, и Тула. Три дня команды состязались друг с другом в разных возрастных группах. В категории 40 плюс победу одержала команда «Феникс». В категории их 45 плюс и 55 плюс «Феникс» сборной Нижегородской области. Это настолько приятно смотреть, потому что играют очень серьезные профессионалы. Это без всякой суеты, размеренно. Они как бы, как можно сказать, спиной видят мяч. Это такое есть в спорте понятие. Это пример тому, как нужно жить. Как нужно продолжать жизнь. Потому что без движения жизни быть не может.